всем привет сегодня я вас хочу познакомить с таким дистрибутивом linux как ubuntu gnome 1610 немножко в историю данный дистрибутив появился во времена ubuntu 1304 вы скажете но блин раньше же был вообще в убунте gnome отвечаем в принципе по у вас интерфейсу две оболочки ubuntu gnome 2 и ubuntu gnome 3 не очень сильно кардинально отличаются там даже технология сама в старом gnome gtk 2 в gnome 3 gtk 3 причина почему gnome 3 появился в ubuntu так поздно а пропал он там аж в ubuntu точнее он там и не появлялся там был gnome 2 до версии 1104 частично напополам он там был съемники который все использовала из-за основу тут же самый gnome 2 а появился коврина 1304 объясняю вам в визуальной две оболочки совершенно отличаются традиционные gnome 2 он вообще кардинально другой вот он банальный пример когда вы установили убунту gnome я именно взял ее установил это полочка настолько неудобно и сложное что помните когда появился windows 8 там тоже было очень много видео с коробки который объясняет как всем этим пользоваться вот это сразу же у меня появилась в начале меню волком приветствую и потом появилась вот эта штучка gnome started который рассказывает как же всем этим пользоваться напомнил на windows 8 итак закрываем я могу сказать что gnome 3 по сути был самым большим фиаском разработчиком gnome потом по той причине что до gnome 3 gnome 2 являлась самой популярной графической оболочкой вообще в среде unix linux и тут они все вот это дело просрали к тому времени когда появился gnome 3 допилили кд и 4 и gnome 3 был просто выпукнут на задворке сейчас форки gnome 3 занимает более высокое место чем сам гном 3 наверно первым gnome гномовским форком это было unity cinnamon далее была оболочка элементарий ос построенная не говоря уже о дальнейших всяческих там низших дистрибутивах которые там вообще дистрибутивами не считаются всячески зори на это дтп их там море таких дистрибутивов где тупо люди не хотя использовать данную оболочку сделали форки были времена когда только форка ли один файловый менеджер на утилус потому что они его уродовали уродов ли уродили обрубали его функционал что же случилось за домом 2 он тоже не погиб его развитие его развитие становилось на версии 2 и 32 и потом его фарканули появилась матэ то есть то сейчас тот кто будет меня уверять что я не прав одном 3 это величайшая величайшая в мире графическая оболочка ну посудите сами история говорит об обратном это низ это не самая хорошая графическая оболочка она с такими усилиями находила себе каких-то пользователей до получала такой негатив что говорит что это хорошая графическая оболочка будет просто неправильно она скорее послужила для других оболочек сырьем нежели устанавливалась на то есть устанавливалась как основная где-то либо до фидоре она была во многих дистрибутивах со временем она все-таки начала кое-где использоваться но примеру в россии она уступает тому же гному тому же когда 4 то есть будем по количеству пользователей то есть ее используют но в основном используют к 24 фидоре да она основная но тем не менее фидора сам такой дистрибутив с не очень хорошей славы и я думаю что многие там сидят на других оболочках дебя не она основная но перед этим основной было xfc и пока гном 3 как-то не подпилился они не хотели вообще даже об этом и речь подымать тем не менее в дебяне многие используют lxd и kde 4 и тем более xvse 4 xvse 4 вообще в разы поднялась после провала гному 3 не так приступим к осмотру смотрите перед нами панель с часами вот как мы поняли из видео мы должны перетащить сюда мышь нажать и мы получим боковой док ну давайте запустим файловый менеджер такой файловый менеджер здесь у нас кое-какое меню и остальное меню у нас сложено вот здесь поэтому ну это вдвое не неудобно если честно эти жирные пробелы огромные лучше бы я не знаю они сделали так как в бунту 16 вроде бы эта фишка появилась когда часть вот этого меню здесь вы может просто вот эту кнопку управления можно было ставить кнопку навигации вот эту между папками можно было переместить сюда а часть вот этого меню переместить вот сюда куда-нибудь потому что человек часто даже не понимает где найти меню файл знаете здесь мы можем увидеть что версия 320 довольно свежая до данный файловый менеджер теряет функционал выглядит слишком минималистично и такое ощущение что они просто рвут задницу для того чтобы прорваться на мобильный рынок что у них нихрена не получается они там раскрывали арты кричали мы создадим gnome os где gnome os но я про нее ничего не слышал может где-то какие-то образы валяются но ее нет ее просто-напросто нет если вы ожидаете увидеть здесь трейд его не будет трейд появится снизу вот здесь будет трейд появляется skype и еще что-то поэтому для того чтобы перейти в трейд нужно нажимать сюда или сюда рабочий стол все-таки из-за каких-то костылей которые появились позже можно использовать для значков каких-то или просто отображать здесь файлы допустим в кд есть комнаты в этих комнатах вы можете каждую комнату подстроить там под классический винтовый к примеру да где будут значки отображаться ярлыки здесь что-то подобное тоже можно включать все равно вы переходите сюда здесь у вас док чтобы перейти к списку всех программ можно нажимаете сюда вот так у нас выглядит настройки большая часть настроек дома была скрыта поэтому появился гномы твик у нас здесь сейчас он не установлен через гном твик можно было как раз включает тот функционал который был потерян еще со времен года мирной гнома 2 поэтому люди для того чтобы как-то этим пользоваться они начали использовать но мотвик что сказать про конный менеджер он является одним из самых прожорливых он прожорливее чем queen в гноме 4 ну его немножко догнал мне кажется гном 5 он потому что он еще не допиленный принципе но тем не менее он с интернет стартанул довольно стабильно что нужно сейчас сделать но внутри просто не рыпаться и как-то делать из этого что-то либо юзабельно тут у нас не скучные обои чем сейчас включим чтоб повеселее было главное чтобы не по виске то есть честно у меня мысль такая дал один гигабайт оперативной памяти этого будет мало сейчас начнут кукарекать блин сейчас гигабайт памяти мало у меня 16 стоит на моем компьютере мамка мне купила зачем тогда нужна такая графическая оболочка который же и дрени хрени жрет так много мало того что она даже медленнее windows 10 она реально медленнее чем windows 10 по отзывчивости и и windows 10 на свои нужды принципе может взять и кооперативной памяти еще с чем-то работать понимаете где применять такую графическую оболочку которой не хватает гиг памяти в офисах вы видели в офисах везде мощные компьютеры скажите нет для офисов можно использовать какой-нибудь иконный менеджер аля openbox вы для офисов наймете специалиста который будет трахаться с конфигами для настройки openbox на скажите есть же lxde и lxde умирает постепенно есть же lxqt и lxqt нестабильно в принципе можно использовать конечно лубунту для офиса вопрос в другом зачем тогда у бунту гном для чего что здесь особенного чем лучше unity он не лучше он медленнее чем unity он реально медленнее чем unity он менее удобен чем unity просто этого не понимаю многие программы вы конечно можете видеть в бунту и unity потому что я уже повторяю здесь все это использовали как сырье ну давай шевелись да или это все то получается она уже запустилась мудрый интерфейс просто ждешь думаешь где же здесь нажать для того чтобы что-нибудь воспроизвести в общем это локальное видео и вайп-видео если меня видео особо никакого нету закроем эту программу большинство пущение что вообще кидре них и не зависим так здесь у нас меню отключения аккаунт settings выглядит так то есть настройки вашего аккаунта можете есть автологин настроить что мне здесь понравилось это возможность подключения различных учетных записей принципе все так же как и unity ну что данная оболочка все-таки сырье для не unity пока немного конечно хотелось бы увидеть здесь так почту можем подключить конечно хотелось видеть контакты одноклассники mail.ru и т.д.т.п. но кто-то пока еще не занимался что довольно печально так все в одном месте у вас и здесь можно нажать увидеть просто уведомление короче что можно сказать о данной оболочке такая а-ля windows 8 вышла оболочка как раз после windows 8 все думали что этим всем делом навеяно плиток конечно здесь никаких нет многие говорили что навеяно все это ios данная оболочка полностью проиграла конкурентную войну так как нигде не видно чтобы она использовалась не на мобильных телефонах не на планшетах уже даже unity используются на телефонах да gnome 3 нигде не используется может где-то там используется но это все не продажу принципе не пошло говорит что это плохая оболочка совсем тоже не скажешь так как для кого-то на хорошие у нее все это все равно есть аудитория и моим видео кто-то будет обижен но отрицать тот факт что сама оболочка провалилась это просто невозможно это отрицать оболочка реально провалилась она потеряла огромную аудиторию потеряла доверие как можно было полностью переработать где-то на восемьдесят процентов интерфейс про полностью кинуть своих пользователей которые ждали какого-то прогресса из с gnome 2 перейдя на gnome 3 они увидели вообще другой интерфейс совершенно другой интерфейс это бомба на фоне которой провал вист несмотря ее масштаба выглядит детским потому что все таки в висте меню пуск был на том месте где он был понимаете интерфейс как-то был более традиционный тут же полная жестяника жестянка полная жеста полная жесть понимаете поэтому плохо всегда отношусь гном внутри они вообще срали на пользователей если говорят в бунту срут на пользователи да там лепит какую-то макось тут они вообще лепит что-то что именно им нужно они вообще не спрашивают пользователей кстати покажу вам много задачность как работает допустим одно окно давайте еще evolution запустим скажу одно что к этому привыкаешь я бы еще под дебин 7 довольно долго сидел под gnome 3 привык если честно везде даже мышка тянулась в этот укол левый чтобы как то все это дело включить потом отвыкал у меня всегда мышел вопрос зачем оно все так сделано оно непонятно все так сделано так здесь у нас виртуально вот вы примеру хотите что-то переместить на другой рабочий стол вот сюда перемещаете вот видите один второй рабочий стол можете вернуть это на прежний рабочий стол здесь у нас много задач где вы можете работать с окнами закрыть пример вот эту программу она не нужна и вернуться к этой программе причина почему народ стартанул ну на KDE 4 понятно более привычный для людей которые сидели на виндусе интерфейс и ясно что какой-нибудь бухгалтер где фирма решила использовать SPO вряд ли будет использовать GNOME 3 это можно увидеть на практике многих русских компаний той же самой альт базы или альт линукс где как раз дистрибутивы линукс используются в образовании где в основном используются XVSE 4 и KDE 4 и 5 но не GNOME 3 можно сказать ниша GNOME 3 сразу стала вакантна ее заняло KDE XVSE и я думаю надолго GNOME вообще отодвинули в сторону просто стала оболочка для домашних компьютеров вариант для оболочка для домашних компьютеров для людей которым это просто нравится такой аэрокосмический интерфейс который ни на что не похож многие таки пишут этот интерфейс просто не похож на виндус и он мне нравится вот так тем не менее полосочки с винды сперты ха 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 видите вот эти как они появились в десятке так сразу скопипастил так и KDE 5 так и KDE 3 на этом все спасибо за внимание всего хорошего